Всем привет, с вами Синг. Сейчас будет предвыборное, предкруточное видео, чтобы убедить вас в новой религии, Монокванте. Почему сейчас? Чтобы вы успели скопить крутки за патч. Поехали. Сейчас на экране шоу-кейс первой половины девятого этажа, обновляемый Бездна. Потому что с моим подбором персонажей, он наиболее приближен к одной из двух главных идей Монокванта. Это сжигание белой полоски. Собственно, вторая идея, это возможность сжигать полоску против любых противников. Конкретно тут у меня идеально подобраны уязвимости для полной синергии. А Моноквант позволит полностью отключить мозг и на любой одной комнате в зеркале бить кого угодно. Навык Серебряного Волка позволяет вешать на противника одну из уязвимостей, которые бьют герои вашего отряда. В Монокванте у навыка просто не остается выбора, как у девушки на подводной лодке. На мой взгляд, Моноквант на ближайший год будет упираться в двух персонажей. Очевидно, Волчик обязан быть в команде. Если вы его не доставали, не волнуйтесь, заберете на Реране. Точной даты я не знаю, но теоретически ждал бы девочку после Нового Года. В Монокванте Волчик один из самых сильных и дешевых вариантов для прокачки. Вам надо собрать 96% хитрейта, шансы попадания эффектов. Это очень легко делается, и мы будем молиться всем богам гача, чтобы на Реране дали возможность забрать ее ивентовый конус тем, кто пропустил. Он слишком крутой. А после хитрейта максим скорость и пробитие. Назначу АТК или гибридим в криты. Я заранее потихоньку собираюсь в криты, потому что буду крутить второй Эйдалон на Волчика. И это еще при том, что у меня до сих пор стоит тушка на шанс попадания. При том, что у меня этого шанс попадания какое-то абсолютно невообразимое и лишнее количество. Параллельно максим кнопки, пожалуй, это единственное серьезное вложение. Потому что навык и ульта Волка очень крутые, и их хочется реализовывать на полную. А второй персонаж это Фусюань. Начнем с того, что я с одной стороны ссыкло, и не знаю, дадут по жопе или нет, заслив видео с теста. А с другой стороны, у меня нет доступа к тесту, и не хочется брать чужие видео. Поэтому я возьму официальные футажи. Но вы всегда можете зайти на YouTube, вписать Фусюань Mirror of Chaos, и увидеть, как она изейше во фритуплейном варианте держит любой этаж на своих хрупких плечах. Даже в самом дешевом варианте провидица будет в соло танчить, сдавать средней паршивости АОЕ, и двумя адовыми механиками саппортить команду. Это понижение урона и повышение хп для всей команды. А если взять ей сигну, то это еще и повышение урона вместе с дополнительным отхилом. А если взять первый Эйдалон, то это 30% крит урона всей тиме. Фактически, это чертовски похоже на Лочу. Только танк, который и жрец, и жнец, и надуде, и грец, и лезет своими пальчиками в кошелек. Но повторюсь, во фритуплейном варианте она все еще крутейшая. При этом ее Эйдалоновый потенциал спокойно превращает ее из танка в универсальный юнит, который и лечит, и калечит, и генерирует энергию, и вообще все, что хочешь. Мечта, а не девочка. Но мы рассматриваем Моноквант как предельно эффективное вложение средств на дистанции. И как раз после закрытия этих двух слотов у нас появляется какой-никакой выбор. Начнем со слота ДД. Всем известная Зелия, которую можно будет забрать на Реране, если у вас ее нет. И рядом с ней соседствует Ценсуе. Теоретически можно использовать их вместе, но мне этот вариант не близок, так что я бы остановился на какой-то одной девочке. В какой-то степени Зелия и Ценсуе похожи, потому что обе жрут скиллпойнты как голодные свинки-копилки. Главный плюс Зелия, что она не требует Эйдалонов или Сигны. Сигна клевая, но я вот со старта игры сижу с круизом по галактике и мне норм. Но на ней, в отличие от прошлых двух девочек, придется собирать криты. А это всегда муторно. Да и не просто криты, а так еще и сетовые. Кроме общего удобства игры, у Зелия есть конкретная обилка под Моноквант. Так как она часто бьет и отлично режет полоску, рваная рана будет работать. И сабстат брейка в критовых шмотках становится намного приятнее. Начнем с того, что Ценсуе шикарная девочка. Она может выдавать сумасшедшие цифры урона. Ютуб забит видео с ее шоукейсами. Не кащал я ее ровно по причине того, что у меня есть Зелия. Но! Всегда есть одно но. Для нее критичны Эйдалоны. Минимум четвертой, в идеале шестой. Пусть вас не пугает ее отсутствие в ДПС рейтинге Прайдвина. Механики Ценсуе не позволяют проводить адекватные симуляции. Но она реально способна выдавать очень страшные цифры в три цели. Есть проблемка с ее механикой. Вам надо быть либо крайне удачливым, либо ее понимать. Может быть, когда-нибудь я созрею, распечатаю картинки с ее костяшками и на пальцах объясню, как оно работает. Но ничего обещать не буду, потому что я, как дурачок, стараюсь держать свое слово. При сетапе ДД Волк Фусюань на четвертый слот прыгает рысь. Здесь и сейчас это отличный персонаж, который позволяет экономить статы и больше собирать Фусюань в урон. Плюс Ешка Рыси шикарно синергирует с механиками Провидицы, а ее ульт чуть ли не лучший среди всех персонажей изобилия. Но при появлении Квантового Гармониста или СП Дешевого Эрудита, она первой поедет на пенсию. Потому что лучшие циферки урона можно будет получать при сетапе Фусюань под полное выживание. Имха, конечно. С другой стороны, на горизонте пока не видно ни одного кандидата на эту роль. Под горизонтом я имею ввиду ближайшие полгода. Скажу даже больше, что скорее всего до моего дня рождения, это конец марта, мы от стандартной сборки никуда не убежим. К тому же рысь наиболее уязвима к сборкам фейкао монокванта и дабл элемента. Против ветра мы можем затыкать дырку броней. Против льда, очевидно, Пелагеи Сергеевной. Ну а против электричества у нас есть Тиньюнь. В дабл элементе тоже хватает идей. Тут уже и ставшие классикой Блейд и Броня. Можно взять генералы Тиньюнь, Вельд Юйкун и так далее. На ваш вкус. Собственно, о фейковом кванте и дабл элементе я проговорил по двум причинам. Во-первых, чтобы подкрепить тезис о связке Волк-Фусюань. И во-вторых, чтобы продемонстрировать гибкость идей, пока вы не собрали истинный моноквант. Во время второго пересмотра видео я понял, что забыл один важный аспект. У многих людей возникает мысль, что монокванту может не хватать урона. Поэтому довольно критично собирать на Мейн ДД и может быть на САП ДД полный сет гения. Он буквально создан под идею монокванта. Вместе с понижением защиты от Волчика это страшная смесь. Как только выйдет патч 1.3, я сразу начну копить материалы для прокачки. Моя патчка будет выглядеть именно так, как на экране. И на следующий день после выхода второй половины 1.3 выйдет большой гайд на Фусюань, Рысь и Моноквант с моим личным шоукейсом какого-нибудь десятого этажа. Сценарий уже написан, мне осталось только оттестировать некоторые моменты. Реликвии собраны, книжки опытных и конусов добыты. 260 круток накоплено, еще 60-70 до выхода девочек соберу. Я хочу вас заразить своей верой в Моноквант. Это отличный лом, против которого не будет приемов. Инструмент, который позволит в будущем сэкономить крутки на ваших вайфу и хасбанда. И просто-напросто 4 очаровательных девочки. На этом все. Любительницам Даньхена в любом случае удачи, но я его с чистейшей душой буду игнорировать. Я чуть-чуть приболел, поэтому вместо кропотливой работы с математикой бахнул что-то актуальное и в то же время близкое моему сердцу. Надеюсь, вам понравилось. Огромное спасибо моим бустерам и саппортерам на Твиче. Если к субботе соберусь, будет гайд на одного персонажа, которого давно ждут. А если нет, то что-нибудь придумаю. Всем удачи в гаче и пока-пока. Субботник.